Всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард, мы продолжаем играть в Fable 2. И нам нужно спасти крабов, но перед этим я думаю мы с вами запилим парочку бандитов. И руки-то вообще опухшие стали, нападают на меня бешеного. Вместе с моим бешеным псом. Очень зря. Очень, очень зря. Кого из какой клетки? Погодь, ты видишь сколько их тут. Ты видишь сколько их тут. Так, а куда у меня убралось? Понятно. Заклинания, замедления видимо больше нет. Да идите уже ну. Я знаю, надо только еще от этих придурков убить. И все. Блин, слушайте, это было очень просто. Давай. Сдохни. Сдохни, 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 сдохни. Так, еще чуть-чуть опыта надо. Еще чуть-чуть. Вот это я думаю хватит даже так. Нет, смотри, они умерли. Так, стоп. А как выбрать заклинание-то? Тупые уроды. Ох, стойте, ружбайка-то неплохая. Да, летите ко мне. Шарики. Так, ну я типа задание-то сделал, кстати. Да. На страже света археолог есть какой-то. Лучше стрелки этому видели. Так. Так, давайте археолог может. Зачусь, зачусь. Я даже не знаю куда идти. Давайте в храм света тогда отправимся что ли. Такс. Погнали. Нам нужно в храм света. Силы тьмы там убить все дела. О, я надеялся, что ты вернешься. Храму снова отчаянно нужна защита. Мы всегда страдали от рук гнусных адептов Ордена Тьмы. Но боюсь, что сейчас они готовят серьезное нападение. Похоже, что адепты Тьмы собираются отравить наш священный источник живой воды в пещере. В этом случае Золотой Дуб погибнет. Это положит конец нашему Ордену и даже всей деревне и ее жителям. Тебе уже случалось помочь нам. Ты сделаешь это снова? Конечно. Свет снова много звонил нас твоей помощью. Спасибо. Окей. Побежали быстрей. Так, где источник, интересно? Я вообще видел? Что такое? Я просто фаербол кинул, ну? Я никогда фаербола не видел, что-то. Странный мужик какой-то булга. Нет, я не буду на вас останавливаться. Ну и что, и куда все вдруг исчезло? Все подсказки? Прекрасная дорожка, молодец. Ты знаешь, куда меня везти. О, а я тут не обладаюшенько. О, получение люлей от меня. Сейчас только спущусь, погодите. Не делайте ничего плохого. Что я делаю? Что я делаю? Я пока набирал силу, я сдох. О, вообще-то как. Можно ли было сделать, чтобы я там был неуязвим, пока я ее набираю? Под немножко. Супер-герои с мега-телосложением просто рубят в щи. Я не буду есть пирог. Потому что я опять стану жирным. Что? Второй источник? Где второй источник? Куда бежать? Паника. Я, кстати, сейчас погибло опять. Но, может быть, я найду какой-нибудь там зелень типа того. Ну, вроде я жирнить не должен мне. Эх, а музыка такая напряженная. Давай быстрее. Топи со всех ног. Еще б ты сдох вообще-то, эй. Воу, парень. Воу, воу. А ты тоже стрелять умеешь, да? Быстрее, быстрее. Да что ж ты? Смотри, последний зал со статуей. Что ты со мной? Ой, походу, не надо было пить эту настоечку-то. Да. Фиговенькая настоечка. О, господи. Отвернитесь, дети, от экрана. Нашему герою плохо. Ну, я же должен был как-то там вылечить себя. Думаешь, сможешь меня остановить? Да, завтра. Я черпаю природную силу источника света. Я не могу его атаковать. А почему не убей те, если их несколько? Ну, ты вон, да, крайний, подбегай сюда. Давай. О, черт подери, один удар. Всего лишь один удар. Давай, подеремся с тобой. Ты прыгунчики, да, значит? Я не могу собрать. Пузырики, не могу собрать. Они не собираются. Серьезно, да? Неа. Че ты там тучишься? Давай уже. Как мужчинка с мужчинкой. Могущество света велико, но его мерзость еще больше. Хорошо, что недолго бегут. Хорошо, что недолго бегут. Ну, конечно. Че, проблемы у тебя какие-то, может быть? Че, проблемы у тебя какие-то, может быть? По одному подходим. По одному подходим. Не толпимся, всем хватит. Да я не успел. Че, больно, да? Я стал тьмой. Я ваш бог. Я носитель мрока. Герпеса ты носитель. Давай уже пилиться. Это он? Да, это был он. Мы, мы слышали звуки боя. Правда, все кончилось? Да. Да-да, вы спасены. Сюда можно, кстати, встать. Хорошо. Корнели мрак смерт в храму тьмы. И теперь точно, наконец, тебе удалось избавить ребенка от великого зла. Прикольно. Я такой молодец, прям. Завалил его. Еее. Так, ну, в принципе, я надеюсь, что все-таки квест в шпиле будут не самыми последними, ну, типа, из основных в игре. Так что отправимся, наверное, в шпиль. Где я, блин, вообще? Ладушки, ладушки. Навыки. Ну, инферно, у меня и так уже дикого уровня просто. А можно еще больше сделать. Господи. Все, тут как бы уже максимум. Больше не побить даже. Стилсложение мог бы еще вкачать, но уже не смогу. Так, навыки. Боле. О, выбор заклинаний. Так, ну, первая степень мне нужна, так что на первую степень я выберу эту штуку. А вот по самую пятую. Твой контроль над волей растет. Заклинание нижних уровней станет мощнее. Воля для высших заклятий накапливается быстрее. Еее, я сильный. Еее. Так, давайте вернемся тогда домой, наверное, и из дома уже попутешествуем. Так, рынок. Нет. Старый город. Кладбищенский тракт. Так прикольно, что мы живем на Кладбищенском тракте. Ах, вот я и пришел. Лучше бы ситуация измениться, иначе я потребую развода. Что такое, дорогая? Я тут перед тем, как отправиться, хотел, как бы, финальный акт Саити совершить. О, господи, там ребенок, ребят. Так, пойдем. Это просто чудесная любовь моя. Я же там бюджет так неплохой вроде сделал. 200 отдаю. А, вот почему я такой нищий. Что? Ты меня любишь на институт? Попухло, что у меня дочка растет? Ты че, дура? Ну-ка. Ладно, я не могу ругать свою жену. Что такое? Я могу на людьми же сыграть. Смотри, че твой батька может. Так, ты же должна была за мной пойти. Че тебе там нравится? Пойдем. Любимая. Ты надолго в наши края? Ну, посмотрим. О-о-о. Типа, кто такая там стоишь? Моя чужа к тебе не так уж сильно. Мою любовь еще нужно заслужить. Ты прикалываешься, да? Это точно будет здорово. Так, я сейчас не понял, что значит... Мою любовь нужно еще заслужить. Ты вообще что ли уже? Так, подарки. Теперь в тебе хватает добра на выражение. Извини. Покажи. Ну же. Шикарно, да, было? Пойдем. Мила. Примя от меня подарочек, дорогуша. Ты просто чудо. Но не при жене же. Мила. Примя от меня подарочек, дорогуша. Я люблю тебя, но недостаточно. Что за подарок? О, 114 денег. Я тебе только подарок подарил, ты что? О-о-о, мило. Как же ты мог, безумно. Что? Ты прикалываешься, что ли? Еще. Ты просто чудо. Так, это вообще не, наверное, да, извинения-то? Смотри, что могу. Ой, я уже не могу. Так, ладно. Ух ты как заговорила. Тебе удалось спасти этих людей от работорговцев? Да. Пойдем, давай. Мы будем делать это, бэйби. Ладно. Но только потому, что этого требует природа. Ну, конечно. Так, погнали. Ох, долго нам путешествует шпиль, конечно же, предстоит. Да, большие густые бороды. Я такой. У ребенка плюс 23 любви ко мне. А я не знаю, что она плачет. Погоди, у меня же есть подарки. Сейчас я ей какую-нибудь куклу задарю. Ты что, точно мне должно быть? Вон, игрушечный лук. Она слишком маленькая, может? А, нравится, да? Шикарно. Сейчас тебе еще подарю куклу тряпичную. Или, наверное, куклу я потом подарю, когда ты подрастешь, да? Пока, давай, пока никто не видит, я тебе шоколадку скормлю. Бежим, блин, блин, бежим, пока жена не спалила. Валим. Так, все, я ухожу. Короче, тут оставайся, следи за дочкой. Дочкой я пошел в опасное путешествие. Перед этим, я думаю, что мне, наверное, стоит немножко деньжат подзаработать, чтобы им хватало. Потому что я не уверен, что там вообще какие-то деньги будут приходить, пока буду в шпиле в этом. Так что сейчас я, наверное, записи приостановлю быстренько. Кузнечным делом позанимаюсь и продолжим. Короче, я устал. Это очень долго и нудно. Но я смог заработать 3 с чем-то 1000. Раза 2 я умножитель свой до 6 поднимал и потом в итоге лажал. И да, все было очень плохо. Он плюс 3, меня люди любят. За что? Что я сделал, а? Так, ну да ладно. Наше основное задание. Ой, что такое? Хорошо. Так, задание. Погнали в шпиль. 81 час идти до шпиля. Чтобы 700. А это, видимо, за 3 дня с меня по 200 наснимали. Даже за 4. Так, и что, и куда? Мне же сказали к шпилю идти. Где шпиль? Погодьте. Написано идти в порт. Когда приготовишься к отправленной лодке, иди в доки. Теперь ты в рядах стражников француза на шпиле, где карты держали в плену. Хорошо. А, и как я должен понять вообще? Может быть, это доки? Потому что мне отказалось доки, которые в городе находятся. Нет, это доки какие-то вы еще из зала. Почему меня сюда переместили? Так, ну давайте разбираться. Потому что я, честно говоря, не понял, зачем мне сюда кинули. Может, в эти доки? Вот и ты. Пора начинать блестящую военную карьеру, так? О, господи, опять ты. Твоя жена согласилась тебя подождать? Ну да. Что ж, я пришла попрощаться. Знаешь, какими были мои последние слова отцу, когда мы шли в пещеру? Я не могу вспомнить. Я не помню, попрощалась ли я с ним тем утром. Прощаться вообще странно. Никогда не знаешь, когда опять придется это делать. Прости, я не хотела... Ничего подобного. Ты отлично справишься. Это было... Значит так, на корабле никакого личного имущества. Никакого оружия, никаких собак. Все нормально. Я присмотрю за зверюгой и твоими вещами. Ладно, Битл Джуз. Так, хорошо, ладно. Собаку с вещами мы оставили. Что мы будем делать в шпиле без этого всего? Хоть у меня будет прок. Хорошо. То есть он перед тем, как взять меня на службу, на службу не проверил меня, да? Что мои геройские поступки, которые я делаю и прочее. И вдруг я решил охренеть к нему приплыть. Слушайте, а вот это масштаб, да? Да. Офигеть. Я даже не думал, что Фэйбл 2 такое есть. Что бы ты сейчас меня подбросил и разорвало? Наши судьбы с лордом Люцианом. Что бы он ни задумал, нам слили на всю жизнь, хватит. Офигеть. Двигаемся! Мы слили 13 лет вместе. Слили, я всегда был герой. Если бы ты ее видел, то понял бы, почему. Да, у меня тоже есть жена. Я тебя, кстати, бабам зовут. Что там за шум? Я не просто слышу. Я чувствую. Чую, это место нехорошее. Ты думаешь, вот это вот гигианское темное место нехорошее? Думаешь, возвращаться уже поздно? Ни одной мысли, ни одной. Да, с анимацией движения, конечно, в этой игре все равно. Что это за место? Шесть лет в обучении у каменщика, но никогда такие здания мне не встречались. Это возможно? Думаю, это механизмы древнего королевства. Но как они попали сюда? Соткнись. Кто-то их скоммуниздил. Мир за этими стенами – омерзительный, гниющий труп. Ни следа разума. Вместо порядка везде хаос. Хаос не карает зло, но и не вознаграждает добродетель. Хаос быстро обрывает жизни невинных, а мы должны принять это как судьбу. Я не согласен. Ты стоишь в центре великого инструмента изменений. Ты как-то дико постарел, скоро сдохнешь. С его помощью я переделаю этот мир. И вновь созданный мир будет невообразим в своем совершенстве. До этого не увидишь, ты сдохнешь, ты слишком стар. Мало для выполнения такой величественной задачи. Только с помощью вашего труда, ваших усилий, вашей веры преобразится лик Альбиона. Не пугайся звука, который слышишь. Не бойся пульсирования под ногами. Геймпад дрожит как бешеный. Все эти ощущения станут такими же обыденными, как и биение твоего сердца. Я к этому на сих пор не смог привыкнуть. И пока бьется твое сердце, я потребую от тебя только одного – послушания. Теперь спи. Первая неделя. Да, как-то коряво, он спит, конечно. Добро пожаловать в шпиль. Надеюсь, тебе здесь понравится. А че ты, я лысый? А че это жирный такой? Сейчас ты в казармах. Здесь ты будешь спать и есть. А остальное время, когда бы командор не приказал, работать. Твоя работа – держать в основе всю эту шпиль, а просто с них смогут. Ну и все остальное, что прикажет командор, вопросов не задавать, получив приказ, выполнять немедленно. Да, кстати, о твоем новом украшении. Этот ошейник – часть законов лорда Люциана о послушании. Командор тебе позже все разъяснит. Главное – делать, что сказано, и не пытаться снять ошейник. Все равно не сможешь, а наказание даже за попытку – смерть. И вовсе не быстрая и безболезненная. Понятно, чтобы я добрый дел не делал. Теперь доложись к командору! Хорошо. Блин, вот только я его оставил на неделю, он уже отожрался. И стал лысым. Как так? Что за герои у меня? Я вообще нормально. Надо с меня глаза спускать. Темно, а ничего вообще не вижу. Кто я? Куда я иду? Что-то за портал Кит. Представляешь, меня поставили на стражу в первый же день. Наверное, я кого-то впечатлил. Ах, видела бы меня Лили сейчас. Она всегда любила парней в форме. Не думаю, что ей понравится эта маска. Она, конечно, очень страшная, но дышать в ней практически невозможно. Кто эти люди? Это моя расплата за жизнь, полную греха. Я серьезно. Ладно, Боб, давай. Я не знаю, зачем ты здесь. Но я знаю, кто ты. Это не важно. Твоя сила не дать тебе ничего, пока на тебе этот аршейник. Теперь... Он не доставляет мне неприятностей. Ага, вот и гард, который нам нужно высвободить. А ты? И он с нами с помощью мыслей даст ему поговорить. Не могу дождаться, чтобы написать Лили. Рассказать ей обо всем. Ты, ворот, неплохой парень. Можешь вместе сваливать сюда. Сейчас я доложу и отложу этому командору прям на стол. Слушайте, вообще неожиданно так все сразу мрачно стало. Вот тебе и сказочке конец, да? Ух ты. Ух ты. Привет, говнюк. Я, командор. Я вижу. Ты рекрут 273. Номер не случайный. Он означает, что до тебя 272 уже склонились передо мной. Ты всего лишь очередное звено в цепи моих побед. Окей. Тебя привели сюда, чтобы следить за восстановлением раздробленного шпиля. И чтобы служить Люциану, как он пожелает. А я должен научить стражей вроде тебя повиновению. Будешь делать все, что я скажу, без вопросов. Окей. Неподчинение заставит устройство на твоей шее включиться. Окей. Это не слишком приятно. Ты лишишься воли. Из тебя вырвут все твои воспоминания. Не знаю, я так не думаю. Единственный выход – подчиниться. Ты верно думаешь, что можешь противиться? Некоторые поначалу преисполнены чувство гордости. Тебе решать, так ли уж важна твоя гордость. А, ну я думал, что меня прям заставят. Делать плохие вещи. Или можно его ослушаться. Не знаю, я бы проверил свою волю. Иди сюда. Подчиняйся. Смирно. Хорошо. Теперь смотри сюда. Так, из меня будет опыт дозабер. Да я уже довольно-таки прокачан. Неподчинение заставит устройство на твоей шее включиться. И посмотри, какие у меня шрамики милые. Я сказал, смотри. В задницу иди. Лозер. А вот и нет. Обстановочка у вас такая. За сколько? Слушайся. У тебя есть приказ. За каждый вид непочерения шейник уничтожит еще немного воспоминаний. Забудешь все, что было делать. И что это значит? У меня же есть мой этот. Прокачка-то. Ну-ка погодите. Навыки. Этот опыт он пусть забирает. Мне как бы что. Точно скорость у меня есть. Я бы сейчас, правда, потратил бы побольше. Ну, урон. А все, теперь можешь хоть что забирать. Слушайся. У тебя есть приказ. Ага. Ты знаешь, мне очень нравится твой меч. Я, скорее всего, заберу у тебя его. Слушайся. Обрати взгляд. Куда приказано. Я сломаю тебя, потом переделаю во что-нибудь пригодное для меня. Ну, да. 38-ая неделя. Ну, это в стиле Fable 3, в принципе. Я сейчас небольшое отступление. Fable 3. Была очень интересная вещь, что мы пока дожидались великое зло, нам сказали у вас, типа, 365 дней, чтобы его остановить. Я думал, ну, нифига себе, неужели сейчас будет 365 дней, там, реально, например. Да хотя бы, блин, один день в неделю бы давали, чтобы что-то изменить. В итоге, там было всего, по-моему, три точки. Там первый день, 48-й день, 245-й, и все. И наступление. Шикарно, блин. Такой плевок. Просто всем игрокам, это был жесть. Я слышал, ты сопротивлялся Командору? Да. Вот бы мне твою силу. Сегодня утром Командор заставил меня плать на вопрос. Услышал, как бедняга говорит, что скучает по семье. Я рад, что у меня нет семьи. Мне тут только что что-то странное. Может, это было шейник? Иногда эти звуки мешают. У тебя же Лили есть, мужик. Что значит нецелить? Знаешь, я его больше почти не замечаю. Считай, как свое собственное сердце бьется. Боб. Тебе приказано явиться в казармы. Иду, господин. Рекрут 273, явиться в зал наказаний. Да и кто же меня заставит туда явиться? Кто же меня заставит? Терпение. Торопиться тут глупо. Хорошо. Ну-ка, а что, у меня действительно какой-то навык забрали? Да, видимо. Ой, простите. Телефон. Не стоит ему так делать больше. Погнали. Ну или... А вы вообще кто? Почему они его захватили? А, вот ты где. Оставайся здесь и сторожай этих презренных, пока не вернусь. Окей. Нормежки им не положено, так что не трогай рычаги, а то пожалеешь. Ага. Я пойду быстренько перекушу пока. Угу. Ммм, вкусно. Ням-ням-ням. Тупой ублюдок. Так, сейчас мы с вами нашкодим. Слушайся. Не смей помогать этим людям. Пусть едят. Давай. Мы умрем, если не поедим. Давай. Корми их быстрее. Слушайся. Воздерживайся от пищи. Давай, мужик. Погоди, может быть, тут женщина где-то есть. Я же не посмотрел. Слушайся. Я трех только успел накормить, но... 137-ая неделя. Ты же пупец сколько... Погоди, давайте здесь сейчас серию завершим. Продолжим вот сразу в следующей серии. Большое спасибо за просмотр. Если вам интересно, ставьте пальцы вверх. Комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Джек Шепард. Частливо.